Всем привет, вы находитесь на канале Потерянные Эпизоды, и возможно по моему голосу вы уже догадались, что я снова заболел. Но даже несмотря на это, я всё равно стараюсь делать контент. Поскольку длинные видео я по понятным причинам делать пока не могу, я решил сделать короткое, но информативное видео, посвящённое таким франшизам, как Три Богатаря и Иван Царевич из серии Волк. В этом видео я покажу вам все пасхалки от создателей, свидетельствующие о том, что оба этих мультфильма происходят в одной вселенной. Итак, давайте начнём. Сразу стоит сказать, что абсолютно никаких официальных подтверждений или опровержений данной теории от самой Мельницы нет и никогда не было. Поэтому не стоит сразу писать в комментариях, мол, очевидно, что это одна вселенная, или наоборот, что это разные вселенные. Никаких официальных подтверждений или опровержений, опять-таки, никогда не было. Поэтому тут абсолютно полное свободное теоретизирование. Вообще, доказательства теории об одной вселенной я проводил ещё в своём айсберге, Ивана Царевича и Серого Волка. Однако, его увидело не столь большое число людей, да и на Ютубе нет ни одного отдельного видео, посвящённого этой теории. Итак, вот всё, что мне удалось найти. Во-первых, в Трёх Богатарях нет ни единой отсылки на Ивана Царевича, абсолютно ни одной и ни в одной части. Зато пасхалки на Богатарее есть в Иване Царевича. Первую и вторую часть пропускаем, так как там пасхалок и отсылок нет. А вот в третьей части присутствует персонаж по имени Кеша Четыре Шкафа, на теле у которого набита огромная татуировка. Соловей утверждает, что это история Третьевятого Царства. Однако, на татуировке чётко виден Алёша Попович, Тугарин Змей и Конь Юлий. А чуть выше можно заметить Орду самой Шамаханской Царицы. Вообще, эта татуировка очень неоднозначна и по сути ломает канон. Ибо в одном месте изображён Змей Гориныч из Ивана Царевича и Тугарин из Трех Богатарей. Причём именно в сцене боя Тугарина и Алёши Поповича. В этой же третьей части, чуть позже, нам показывают зарисовку Ильи Муромца, который очень похож на Илью из Трех Богатарей. Просто сравните сами. Да, очевидно, это не его полная копия, это всего лишь карикатурная зарисовка, но по ней явно можно определить, что это тот самый Илья Муромец. Но это лишь самые заметные отсылки. Уже в четвёртой части в одном моменте можно заметить хорошо спрятанный на фоне портрет самого коня Юлия с подписью 3 дробь 4 выпасительных знака. Уже лишь по этой отсылке можно сказать, что оба мультфильма точно происходят в одной вселенной, иначе как изображение коня Юлия могло попасть на музыкальный конкурс? Да и автора скрыли, от какого царства выступает Юлий. Впрочем, это довольно несложно разгадать, но об этом чуть позже. В этой же части есть много персонажей, так или иначе напоминающих персонажей Трех Богатарей, однако о Ниле это точно сказать нельзя. Ну и в этой же четвёртой части присутствует игровая карта с царствами от 3.9 до 3.20, и ясно видно, что 3.11 царство – Киев из Трех Богатарей. Тогда зачем авторы скрыли, от какого именно царства выступает Юлий? Неужели он выступает не от Киева? Довольно странно, но идём дальше. 3.12 царство отдалённо напоминает болото, где жива Баба Яга. 3.13 царство – Китай, который мы уже видели в Трех Богатарях. 3.14 – Византия, где правит Василевс. 3.15 – Египет. Быть может, тот самый, в котором происходили действия принцессы Египта. 3.16 царство – почти не видно. 3.19 царство – это буквально дом Змея Галиныча из Трех Богатарей. Причём именно из Трех Богатарей, так как Змея Галиныч из Ивана Царевича живёт туда не знаю куда, в своей пещере. Ну а 3.20 царство – Басурмания, с которыми боролся Добрыня Никитич. Однако, это не всё, что мы можем заметить на данной карте, так как, помимо всего прочего, там есть скелет. Скелет дракона. Шучу, на самом деле это скелет лошади. И именно этот скелет лошади присутствовал ещё в первом мультфильме франшизы «Алёша Попович и Тугарин Змей». Вот и он. Что ж, видео, как и ожидалось, получилось довольно недолгим, но, думаю, максимально информативным. Вряд ли существует серьёзное опровержение этих пасхалок. Хотя, кто-то может привести в пример Бабы Ягу. В Трёх Богатарях и Иване Царевиче – это два совершенно разных персонажа. Но на это есть контраргумент. Баба Яга из Трёх Богатарей говорила, что она из шестого поколения, а также, что у неё есть сестра. Так что Баба Яга из Ивана Царевича может быть либо предыдущим, либо же следующим поколением, либо просто её сестрой. Что касается Соловья Разбойника, этот персонаж тоже есть и там, и там. И это тоже совершенно разные люди. Тут я не берусь глубоко копать, но могу предположить, что в этой вселенной может быть два Соловья Разбойника. Например, они братья. Либо же Соловей Разбойник из Ивана Царевича – это всего лишь его кличка. Так же, как и Кешу назвали «Четыре шкафа». «Четыре шкафа» – это логично его кличка. Так что, в целом, это может быть правдой. И его так прозвали в честь того самого Соловья Разбойника. Ибо способности у Соловья Разбойника из Трех Богатырей куда более мощные, чем у его же тезки из Ивана Царевича. Ну и насчёт разных змеев Горынычей. Тут всё проще. Они живут в совершенно разных местах. А также на груди у Горыныча из Ивана Царевича висит клык. Причём белый, а не, например, жёлтый, если бы он был старым. И я предполагаю, что этот клык принадлежит Горынычу из Трех Богатырей. И Горыныч из Ивана Царевича просто победил своего более доброго тезку. Фух, думаю, этих фактов достаточно, чтобы точно заявить. Три Богатыря и Иван Царевич происходят в одной вселенной. Если вы узнали что-то новое, или же вам было интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!